Депутат Государственной Думы и руководители Единой России навестили постояльца социального пансионата «Гармония» в Черкесске. Очередная гуманитарная помощь. На этот раз 9 тонн питьевой воды отправили военнослужащих в зону СВО из Карачаева, Черкесии. Как работает банковская техника? Можно ли с места на место на руках перенести 1 млрд рублей? Об этом и не только школьникам рассказали сотрудники Банка России в день открытых дверей. Любовь к растениям и трудолюбие помогли Каншау Дабагову всего на трех сотках вырастить настоящий сад чудес с различными сортами фруктов. Здравствуйте на телеканале Россия 24 Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня Международный день пожилого человека. К старшему поколению со словами поздравления обращается глава Карачаева Черкесии. Жизненный опыт наших старших заслуживает безграничного уважения. Наши дорогие родители, бабушки и дедушки прошли непростой путь. За их плечами доблестные ратные победы и годы самоотверженного труда. Именно нашему старшему поколению выпала важная миссия создать основу для дальнейшего развития страны, для той великой России, в которой мы сейчас живем, трудимся, воспитываем детей. В этот замечательный день хочется выразить искренние слова благодарности нашим старшим за труд, заботу о будущем страны, любовь к родной земле и бережное отношение к традициям и обычаям, которые мы по их примеру чтим и передаем своим детям. Желаю всем представителям старшего поколения крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и всего самого доброго. Спасибо, дорогие наши, за все, что вы для нас сделали и продолжаете делать. Говорится в поздравлении. Это день напоминания о том, что старшее поколение нуждается в поддержке, заботе и внимании. Депутат Государственной Думы Султан Узденов навестил постояльцев социального пансионата «Гармония» в Черкесске для пожилых и инвалидов. Депутат ознакомился с условиями проживания, пообщался с жильцами. Султан Узденов и руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев поздравили постояльцев с Днем пожилых людей и выразили свое почтение старшим. Пожелали крепкого здоровья, благополучия, долголетия, бодрости духа и вручили подарки. В свою очередь жильцы пансионата выразили гостям свою признательность, поблагодарили за всестороннюю помощь, внимание и поддержку. Самое главное, чтобы жильцы пансионата чувствовали заботу, внимание. Я думаю, что такого рода визиты, посещения должны быть на постоянной основе не только со стороны депутата Государственной Думы, но и депутатского корпуса, вообще неравнодушных жителей нашей республики. Это внимание очень важно, потому что каждый раз, когда мы приходим сюда, мы понимаем, что та забота, то внимание, которое уделяется, оно в любом случае имеет свой положительный эффект. Они видят, что о них заботятся, о них, их чаяния, их желания, их пожелания, они их слышат. И в этом плане, конечно, эту работу мы планируем продолжать. Большое спасибо, хочется сказать, руководителю пансионата Ольге Ивановне Прыгуновой, которая очень внимательно к этим вопросам относится. Всегда мы находим и понимание, мы всегда на связи. В любом формате она и доносит до нас ту информацию, которую необходимо отработать. И я думаю, что вот та совместная работа, которую мы ведем в этом направлении, и ту работу, которую ведет наш депутат, тоже она имеет свой положительный эффект именно для жильцов данного пансиона. Девятитонная весточка из дома отправилась из Карачева-Черкесии в зону СВО. Гуманитарная помощь играет критически важную роль в условиях военных конфликтов. На просьбу бойцов, которые в данный момент стоят на передовой в Херсонской области, отправить им бутилированную воду сразу же откликнули сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и Крым Казаноков. Гуманитарный груз собрали незамедлительно и 9 тонн питьевой воды отправили военнослужащим. Напомню, что республиканский штаб по оказанию поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей по поручению главы Карачева-Черкесии на регулярной основе формирует грузы для отправки нашим солдатам. Данный груз сформирован при поддержке сенаторов Крыма Казанокова и Виктора Бондарева. К ним обратились новороссийские десантники, которые сегодня находятся на Херсонском направлении. Они находятся сегодня прямо на передовой в зоне специальной военной операции. И они попросили питьевую воду. Данный груз, который сегодня сформирован, он поедет прямо к ребятам, которые сегодня остро нуждаются в питьевой воде. Эта работа ведется на постоянной основе. Мы неоднократно отправляли и средства гигиены, и питьевую воду, средства защиты, технические средства и многое другое. В наших выпусках мы не раз рассказывали о жителях Карачева-Черкесии, участниках специальной военной операции. Очередная история об уроженце Иркин-Юрта с позывным «Сибиряк». Подробнее Артур Мхце. Сибиряк из Иркин-Юрта не первый год находится в зоне специальной военной операции. Свой позывной Артур Кельдегулов взял по одному из крупнейших регионов России, где жил длительное время. Говорит, даже мысли отказаться от участия в СВО не было. Когда-то его дед Исмаил защищал родину, как снайпер участвовал в битве за Смоленск. Теперь сам Артур пошел по стопам родственника. Знаю историю нашей страны. Знаю о том, как наши деды воевали против фашизма. Сейчас в современном виде это все повторяется в лице ООН. 50 стран, которые сейчас вооружают и отправляют военные имущества, снаряжения, технику для того, чтобы ослабить Россию. За то, что у нас есть такой лидер, для которого, как Россия, страна должна существовать со всеми народами, как малочисленными народами, которые здесь находятся. Вот из семейной ценности, которые у нас на первом месте, там этого нет. По словам Артура, родные до последнего дня не знали о том, что он отправляется на СВО добровольцем. Матери рассказал лишь за несколько часов до выезда в часть. Подал заявку, записывался штурмовиком, что после боевого слаживания я должен был оказаться в первых рядах, должен был уехать в Ростовскую область, но все по-другому. Комплектовался полк новый для обороны Крыма. И вот так вот я попал в этот полк города Будемешка, в котором по сей день несу службу по защите Роги. За время пребывания в зоне специальной военной операции, к сожалению, было немало потерь среди друзей Артура. Но, говорит штурмовик, ради общей победы порой приходится идти на жертвы. Однако они, уверен наш земляк, не будут напрасными, а с помощью мощного тыла это сделать куда проще. Победа будет в любом случае за нами. Мы повторим подвиг наших бедов. Артур Мухце, Светлана Кокова, Вести, Карачаево, Черкесия. Следственным отделом по Карачаевску возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство главного врача Карачаевской центральной районной больницы. 30 сентября в селе Кастахи Тагурово-Карачаевского района не установленное следствием лицо. Находясь возле дома потерпевшего, произвело в него несколько выстрелов из ружья. Полагая, что нанесенные ранения являются смертельными, фигурант скрылся с места происшествия, пострадавший доставлен в больницу, где его жизнь была спасена благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств покушения на убийство главного врача медицинского учреждения. Следователями Следственного управления незамедлительно организован выезд на место происшествия, произведен его осмотр, изъяты различные предметы со следами преступления. По ним назначены баллистические, молекулярные, генетические и физико-химические судебные экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками МВД Покачер проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание лица, причастного к совершению данного преступления. Банк России провел день открытых дверей. В 70 городах страны участие в акции приняли и представители республиканского отделения. Подробности в сюжете Артура МХЦ. Как работает банковская техника? Как определить подлинность купюры? Можно ли на руках перенести с места на место 1 миллиард рублей? Ответы на эти и многие другие вопросы эти школьники из Черкеска теперь точно знают. В 70 городах страны прошел единый день открытых дверей Банка России. Для нас это возможность рассказать гостям о прошлом и настоящем финансовой системе, о современных цифровых технологиях, инфляционных процессах. Ну а для жителей Карачао-Черкесии это уникальный шанс побывать в здании территориального учреждения Банка России, проход в который для них в остальные дни, как правило, закрыт. Узнать много нового, повысить свою финансовую грамотность. Посетители отделения Банка России могли выбрать себе активности по душе. Кому-то интереснее посмотреть на работающую банковскую технику. Другие мечтали бы научиться распознавать поддельная купюра или настоящая. Третьи давно хотели повысить свою финансовую грамотность. Работники банка смогли удовлетворить любопытство каждого. В данной локации представлены разные, так сказать, объемы наличности. Вот в такой минимальной – это корешок. То есть 100 штук – это стандартный корешок для банкнот Банка России. 10 корешков – идет полная пачка. Это инсталляция того, как выглядит 1 миллиард рублей. Сможет ли его унести с собой один человек? Все зависит от способности поднимать вес более 200 килограммов. Впечатлениями от экскурсии поделились учащиеся образовательных учреждений. Мне очень нравится эта экскурсия. Тут показывали много разных экспозиций денег. Показывали в сравнении, как выглядит 5 миллионов, 20 миллионов, миллиард. Показывали, как отличить настоящие деньги от фальшивых. Потом нам показывали стенд, где нужно было на внимательность отличить настоящую купюру от фальшивой. У меня получилось неплохо. Я ответил на два из трех. Центральный банк Российской Федерации. По-другому он еще называется Банк России. Если где-то вы услышите разные наименования, это одно и то же. Второй уровень – это уже все остальные банки, коммерческие банки и кредитные организации. В музее отделения Банка России можно проследить, скажем так, эволюцию купюр. Как они выглядели в стародавние времена? Почему менялись? Все, что нужно знать молодежи о взаимодействии с кредитными организациями. О том, какие схемы применяют мошенники для отъема денег у доверчивых граждан. Как не попасть на удочку охотников до чужого добра. Какие проекты Банк реализует совместно с государственной телерадиокомпанией «Карачаево-Черкесия». Это и многое другое посетившие день открытых дверей люди смогли узнать во время лекций под руководством экспертов банковской сферы. Артур Мкцель и Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Анкаре прошла выставка художника и скульптора Кушали Зармамбетова «Золотой всадник». Данное мероприятие способствует укреплению братства между тюркоязычными народами, популяризации тюркской культуры на мировом уровне, имен, внесших большой вклад в развитие культуры, искусства и передачи традиционных ценностей новому поколению. Могу сообщить, имею двоих своих учеников, две девушки. Одна именно Ногайская турчанка, которая там живет, работает, рисует. Я ему постоянно, каждый раз, когда езжу, подсказываю. Здесь по телефону общаемся, по видео. Еще вот в этом году появилась еще одна, они с Канглов когда-то уехали нашей, да, с семьей. И вот одна девочка, оказывается, пишет именно волочные вещи, но не волок, а красками. Поэтому они тоже по две-три работы рядом поставили, я сначала о них рассказал. Я говорю, все обращаюсь даже к мирову города, помогите, это наши как бы талантливые люди. Многие подходили, интересовались, а эти работы можно здесь в Турции установить. Я даже меру сказал, когда он одна работа что-то указал, говорит, вот хорошие, конные статуи. Я говорю, вот это можно здесь спокойно поставить. И как раз наше общество, там, Нагайса Пернек называет, да, он тоже говорит, ему на туристическом же, говорит, вот он скульптор именно мирового значения, было бы хорошо здесь, в Анкаре, в каком-то месте установить. Он закривал головой, как бы, да, ну, может быть, потом это отзавется где-нибудь. Но мне интересно было, что люди не уходили. Маленький, уютный фруктовый сад на трех сотках выращивает житель Черкеска Каншао Дабагов. Как и всякий садовод-любитель, он стремится к богатому урожаю, чтобы затем ароматными грушами и наливными яблоками угостить всех соседей и родственников. В сказочном саду побывала наша съемочная группа. Житель Черкеска Каншао Дабагов сумел всего на трех сотках земли создать райский уголок, в котором он воплотил далекие детские сказки о волшебных садах. Ароматные яблоки и груши, подрумяненные летним солнцем, словно гирлянды, виднеются сквозь кроны невысоких, но раскидистых деревьев. В этом году урожай отличный. Достаточно много. Прямо нарадоваться не могу. Соседи у меня замечательные, со всеми соседями делимся. Компоты, варенье делают. Ну, родственников много. Каншао вспоминает, как еще в детстве мама заметила, что у него рука легкая. Что не посадит, то приживается и дает урожай. Теперь он сам в этом не сомневается. Что только не растет на его крохотном участке. Яблоки, груши, сливы, кизил, диковинные сорта ежевики, напоминающие грузди винограда и различные ягоды. Здесь же и овощи, которыми все лето питается семья. Я не профессионал. Я как любитель втянулся и стараюсь как-то помочь тем, кто начинает только. И сам по интернету рассмотрелся. Экспериментируем, пробуем. И вроде бы как и получается. Участок шестьсоток. На половине дом стоит. И три сотки тут сад. Хватает и соленья, и варенья, и компот. И там всякие эти. Получается все. Безусловным украшением сада является груша «Толгарская красавица», которая благодаря высоким вкусовым качествам и урожайности имеет высокий рейтинг среди садоводов. Впрочем, у растений в саду Каншао-Дабагова нет шансов не быть урожайными. Можно с иронией сказать, что на его деревьях растут даже камни. На самом деле они являются декоративным грузом для веток. Надо признать, что Каншао не просто садовод-любитель, но и большой эстет. Каждый клочок его участка красив и продуман до мелочей. Отсюда и результат. Всем, кто сомневается, кто еще не может начаться, определиться, начинайте и когда не поздно. У вас все получится. Каншао-Дабагов любит экспериментировать в своем саду. Прививает разные сорта плодовых деревьев, ищет защиту от вредителей. Но самое главное, что свои полезные наблюдения он не держит в секрете, а с нетерпением готов поделиться с каждым садоводом. Марина Кушпова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Спортивные вести. 5 октября на стадионе «Нарт» в Черкесске состоится очередной матч в рамках турнира второй лиги. Одноименная команда примет на своем поле соперников из «Назрани». Туром «Рани» футболисты «Нарта» в гостях выиграли у «Дружбы» из «Майкопа» 3-1. Ангушт, в свою очередь, предыдущий матч дома свел в ничью. Верим, что в ближайшую субботу наши спортсмены продлят успешную серию. И последнее завтра, 2 октября, с 10.43 до 10.44 будет проведена проверка системы оповещения населения при передаче в эфир сигналов об угрозе и возникновении ЧС средствами цифрового телевещания. Сигнал будет передан путем кратковременного перерыва телевещания на отдельных телеканалах речевым сообщением на фоне логотипа МЧС России. Внимание, внимание, проверка системы оповещения. Граждан республики просят сохранять спокойствие. В боевых действиях во время Великой Отечественной войны принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних. За боевые заслуги их награждали орденами и медалями. Среди них были пионеры-герои, которые прямо со школьной семьи бесстрашно шагнули в зарево войны, став настоящими героями в борьбе с оккупантами. Одним из них был Дима Юрченко, молодой партизан, который вписал свое имя в героическую историю страны. О молодом бойце и людях, трепетно чтущих память солдат, расскажет Фатима Даурова. Далее смотрите ее специальный репортаж.